МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Как бы активно не развивалась медицина, самолечение было, есть и будет. Только вспомните, сколько раз вы обращались в аптеку за советом и назначали сами себе тот или иной препарат. Впрочем, самолечение ничуть не лучше самонелечение. В общем, надо разобраться, и так мы начинаем. И я с удовольствием представлю гостей программы. Заведующий кафедрой внутренних болезней Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Эрик Платошкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Эрик Николаевич, пожалуйста, пожалуйста. Председатель постоянной комиссии Гомельского областного совета депутатов по социальным вопросам главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Евгеньевна, рад видеть. Добро пожаловать. Провектор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Рузанов. АПЛОДИСМЕНТЫ Подумственный травник руководителя фольк-группы Ягорова гора Игорь Архипов. Игорь Антонович, добрый день. Уважаемые гости, часто ли вас просят назвать уникальное или даже волшебное средство практически от всех болезней? Дмитрий Юрьевич. Да, конечно, есть такое, это панацея по одной таблетке три раза в день. Только название вы не озвучили. Все ждут, громче сделали телевизора. Оно так и называется панацея. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Евгеньевна, уверенных кардиологам так точно идут за рецептом волшебного лекарства? Вы совершенно правы. Очень хочется нашему пациенту получить одну волшебную таблетку и забыть о всех проблемах. Но, к сожалению, на сегодняшний момент такой возможности нет. Все люди разные, болезни еще более индивидуальны. И, на мой взгляд, в ближайшее десятилетие точно не появится такая таблетка. Вот и действительно, а мы-то ждем с надеждой, что вот-вот ученые изобретут то самое волшебное лекарство. И в этой связи специалисты утрируют. Пейте лучше активированный уголь. Он, по крайней мере, безвредный, Эрик Николаевич? Не так он и безвредный. Дело в том, что уголь не является селективным сорбентом. И он выводит не только токсины, но выводит витамины, микроэлементы, столь необходимые нашему организму. Поэтому не сказал бы я, что уголь безвреден. Еще раз подчеркнем, все хорошо в меру, даже уголь. Совершенно верно. А может быть, самолечение – это элементарная лень? Ну, такое тоже бывает. Вы говорили о волшебном некотором снадебле, которое ищут люди. И, к сожалению, даже бывая в аптеках, я иногда наблюдаю, как люди покупают препарат в связи с тем, что перед этим человеком пожилые часто люди, сердечные какие-то препараты при гипертонии. Вы пили, вам помогают. Я вот был таким свидетелем. То есть мы по-прежнему доверяем тому самому церафанному радио, да? Мы сейчас живем в эру доказательной медицины. Поэтому, конечно, то, что одному хорошо, не значит, что будет хорошо всем. А может быть, элементарно снижен уровень доверия к врачу-терапевту? Ну, запишись, дождись того самого приема, получи рецепт, куда проще обратиться за советом в аптеку, ведь так? Конечно, проще сходить в аптеку, спросить у бабушек или у дедушек определенном лекарстве, это той или иной болячки. Но все-таки, как правило, такое вот само лечение бездумное, оно приводит к осложнениям заболеваний. К фармацевту не обращались? Нет, никогда. Я всегда обращаюсь к своему участковому доктору. Вы, наверное, один из немногих. Не знаю, может быть. Артур, а как насчет интернета? Это ведь еще один гиперпростой вариант. Ну, я отношусь к этому очень скептически, потому что сеть интернет заполнена огромным количеством информации и нужно достаточное образование и знания, чтобы ее грамотно фильтровать. И бытой такая шутка, что тот, кто лечится в интернете, рискует умереть от опечатки. Аптечная сеть окутала города. С одной стороны, вроде и неплохо, но ведь часто мы забываем, что аптека и есть магазин. Другими словами, коммерческая структура. На что чаще всего клюют покупатели? Ну, наверное, многие доктора были бы рады, если бы аптека была бы действительно магазином, куда приходили бы пациенты. Совершенно четкая рекомендация. Либо с рецептом, либо с четким пониманием, какое лекарство они хотят купить. Но если говорить на что клюют, то, наверное, на рекламу, в том числе, в телевидении. Ведь посмотрите, сейчас наступил сезон острых респираторных инфекций, мы можем видеть огромное количество препаратов, действительно, буквально панацея, которые легко вылечивают от массы симптомов и от ряда заболеваний. Вторая проблема – это, конечно, уже интернет, о котором мы говорили. Он тоже пестрит абсолютно разными рекомендациями. Но и в том числе, конечно же, клюют на то, что кому-то помогло, помогло соседям, помогло, мама, родственникам. И в этих ситуациях чаще всего, наверное, 80% назначения таких препаратов будет мимо. То есть, с одной стороны, мы уже идем с готовой информацией, хочу то и не другое лекарство. Это та радость, которая недолго еще у нас продлится, потому что во всем мире тенденция идет к тому, что в аптеках работают лица абсолютно далекие от медицинной, от фармакологии. Они чисто отпускают лекарства по номеру, который указан в рецепте. И это своего рода просто лавка, где выдается конкретное лекарство под конкретным номером. Никаких советов. Кстати говоря, у нас есть материал в тему разговора. Давайте посмотрим. Буквально через минуту вернемся в студию и продолжим. Можем обратиться к фармацевту и спросить то или иное лекарство. Но только в тех случаях, когда несерьезные простудные заболевания. С советами. С советами не в аптеку, по-моему, вообще ходят. Лекарство выбрать какое, смотря. И все равно не идти к врачу, наверное. Мы абсолютно любые. То есть, если что-то беспокоит или по состоянию здоровья, хороший фармацевт даст хороший ответ. С советами вряд ли. Мы ходим туда за лекарствами. А в поликлинику ходим за советами. Прежде всего, это витамины какие-то от гриппа, простуды. Самое элементарное, что могут посоветовать. Средства гигиены тоже очень важны. Лечиться лекарства, какие надо кому. Сейчас как сезон грипп, так я думаю, что лекарства в аптеке только. Ну, а фармацевша. Мне заболело горло. Ну, вот рекомендую. Это, это. Ну, все. А причина непонятна. Поэтому я думаю, что все-таки работник аптеки. Ну, на первом этапе может он, да, и окажет помощь. На первом этапе, а потом нужно обязательно идти на прием. Так как человек, который работает в аптеке, он фармацевт и учится на врача, соответственно, он может давать совет. Не знаю, они туда за советами ходят, они за лекарствами ходят. А дети думают, что витамины, кстати, только продаются в аптеке. Вот в нашем городе дети думают, что в аптеке только и продаются. Не знают, что на огороде витамины растут. В эфире Гомели, это студия на Пушкина 8. Мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Конечно, в идеале врач должен лечить, фармацевт должен продавать. И в такой бы ситуации было проще и доктору, и пациенту. Но, во всяком случае, результат был бы гораздо выше. Мне подсказывают, есть дополнение из зала слова эксперту программы, врачу-аллергологу Гобельской областной клинической туберкулезной больницы Татьяне Щербаковой. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Подключайтесь к разговору. Часто ли самолечение вызывает аллергические реакции? Да, вы правы, Александр. Очень часто приходят ко мне на прием пациенты, которые обращаются в результате осложнений или аллергических реакций, которые развились в ответ на прием препаратов, которые они назначили себе сами. Или посоветовали их друзья, знакомые. Или подошел в аптеку, сказал об этом фармацевту о своей проблеме и тут же получил препараты для лечения. Татьяна Сергеевна, это чаще таблетки или же крема, мази и так далее? Это может быть и таблетки, и крема, и мази. Часто, конечно, это таблетки от простуды. Мы нередко видим, что пациент начинает прием аспирина или других порошочков комбинированного происхождения, в состав которых парацеталмол или аспирин. В результате развиваются аллергические реакции в виде крапивницы, отека квинки или дерматита, что приводит на прием к нам. То есть, другими словами, сыпь на теле – это еще самый легкий исход? Да, действительно. Просто, чтобы люди понимали проблематику, с какими сложностями зачастую приходится сталкиваться и пациентам, и специалистам? Ну, высыпание – это самые легкие случаи, когда мы обходимся порой назначением таблетированных препаратов на несколько дней, и человек уходит от нас здоровым. Но, как правило, это бывают достаточно серьезные случаи, когда приходится госпитализировать пациента, достаточно требует длительного лечения. И это не факт, что те же высыпания закончатся, а иногда приходится лечить долго достаточно, иногда годами. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются главной причиной смерти во всем мире. Насколько вооружены наши специалисты, по каким позициям гомельские кардиологи в лидерах? Неоднократно наши кардиохирурги, рентген-эндоваскулярные хирурги признавались лучшими в республике. По итогам 2015 года наши интервенционные хирурги являются лучшими как по доступности данного вида оперативного лечения, так и по результатам, которые показывают наши хирурги. В течение трех лет мы активно развивали хирургические методы лечения тахиаритмии, подготовлены специалисты, закуплено оборудование. И на сегодняшний день мы также показываем самые высокие темпы развития в республике. Я думаю, что гомельчане и жители области... В надежных руках специалисты. Они не должны обижаться. Помощь доступна. Ольга Евгеньевна, если говорить о пациентах кардиоцентра, чаще встречаются те, кто щепетильно относится к себе и своему здоровью, либо те, кто поступают к специалистам уже в действительно запущенном состоянии? Александр, не все так плохо. Действительно увеличивается процент пациентов, которые заинтересованы в конечном результате. Пациенты, которые готовы к сотрудничеству с доктором. Но, к сожалению, бывают и случаи, когда поступают в крайне тяжелом состоянии. Буквально недавний пример, когда молодой мужчина поступил к нам уже в реанимацию с тромбозом клапана искусственного. Была проведена ему операция несколько лет назад. Но самовольно пациент принял решение об отмене назначенной медикаментозной терапии. Почувствовал себя лучше, что понятно. Почувствовал себя очень хорошо. Почувствовал. И принял такое решение, что меня вылечили хирурги, и я теперь могу себе позволить... Человек можно вернуться к тем вредным привычкам, которые были. Допустим, так. То есть, в пору говорить не только о вреде самолечения, но и о пагубности самонелечения. В кардиологии это наиболее частое проявление. Потому что нашим пациентам приходится принимать не одну группу медикаментозных препаратов. И, будем говорить так, пожизненно. Многие устают от такого длительного приема препаратов и отказываются самовольно. Но, вот в случае, о котором я говорила, для того, чтобы спасти жизнь пациента, пришлось пойти на повторную операцию на открытом сердце. А это значительно, в разы увеличивается и риски осложнений. И риски и для человека, но ведь, простите, нужно говорить сегодня и о... Стоимости. О стоимости этих услуг. Бесспорно. Кто-нибудь экономическую сторону просматривал, просчитывал? Мы считаем, потому что это бюджет нашего учреждения. И этот пациент нам обошелся, вот суммарно, в 150 миллионов. Согласитесь, эти средства могли быть направлены на развитие здравоохранения, на развитие... Или по помощи еще одному нуждающемуся человеку, ведь так? Я хочу привести несколько примеров, опыты, которые один из простейших, который можно поставить. К сожалению, не все медики знакомы, даже большинство не знакомо с этим. Если взять стакан с водой и стакан с водкой и капнуть капельку крови в стакан с водой, то это станет раствор прозрачным. Если мы капельку крови капнем в водку, что будет с кровью? Она свернется. Старый добрый тележурнал «Фитиль» с великим Евгением Леоновым. Давайте посмотрим короткий отрывок в тему разговора, после чего продолжим. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет. Напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезный. Что говорить? Он от простуды, от травматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой, потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Когда же очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в науке бытии или еще в каком. Ну, не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. Ольга Евгеньевна, а как насчет такого варианта самолечения? Ведь, я думаю, что ваши коллеги и с такими случаями сталкиваются. К сожалению, сталкиваются. Юмор-юмор, но ведь... Да, славянская натура именно такая. Надо все попробовать. Но все-таки классическая медицина советует ограничивать принятие алкоголя. По многому и это есть секрет успеха? Один из факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений – это алкоголизм. Я лично отдаю большое предпочтение от всех болезней, как бы. Это физические упражнения. То есть это зарядка, другими словами, или же что-то больше? Это зарядка, это упражнение в течение дня. Есть много моментов, когда мы можем заниматься этими упражнениями. Например, у меня, чтобы, так сказать, начать день, у меня есть кухонная зарядка. Это когда завариваете чай, еще и движение полезное? Нет, на кухне готовлю салат, режу, мою. И в это же время я делаю различные упражнения. Ну, например, упражнение для плечевого пояса. Морковочку режу. Раз, два. Раз, два. Хорошее упражнение против. Следующее упражнение тоже нестандартное. Это ходьба спиной вперед. Продемонстрировать могу? Давайте, под аплодисменты. Итак, я придаю значение большое нестандартным упражнениям. Например, ходьба спиной вперед. Это как? Вот так. Мне надо подойти к вам, как бы. Я могу подойти к вам лицом, да? Конечно. Но я могу пройти и к вам вперед, но спиной. Вот так. Уже новая нагрузка на организм. Да, новая координация движений, которые приятны, действуют на корку, моторную корку мозга. Я правильно говорю? В какой момент вы сказали нет лекарствам? Наверняка с выходом на пенсию стало больше времени? Ну, как бы стараюсь избегать лекарства. По возможности? По возможности, да. Стараюсь избегать лекарства, конечно. И компенсирую часто вот... Активной позиции, активным образом жизни. Активной жизненной позиции, да. Движениями. Потому что движения – это жизнь. Вообще-то есть, как говорится, такой стандарт. Золотой стандарт. Это ходьба. В день нужно проходить 10 тысяч шагов. Вы так смотрите на Дмитрия Юрьевна. Как будто он ходит меньше. Спасибо. Еще один прекрасный пример. Аплодисменты гостям. Цена лечения – это ведь еще и народная медицина. Игорь Анатольевич, каким секретом предков стоит все-таки прислушиваться? Стоит чтить традицию просто. Это самое главное. Потому что народная медицина, она сформирована веками. Наблюдением, в первую очередь. Потому что люди пользовались в первую очередь тем, что было вокруг них, что росло под ногами. И наблюдением просто отмечали, что какое-то растение, какая-то трава, какой-то продукт питания даже. Потому что лекарством может быть не только трава или таблетка какая-то. Гиппократ еще говорил, что главным лекарством для человека должно быть пища. И так собирался опыт народной медицины. Все это и принято называть нетрадиционной медициной. Нет, это традиционная медицина. К сожалению, в 90-е годы произошло такое смешание. Вот, подмешание. И вот, к сожалению, я с этим сталкиваюсь до сих пор. И разъясняю большую разницу. Потому что нетрадиционно. Есть вот академик Нюмывакин, очень уважаемый умный человек. Он предлагает некоторые нетрадиционные методы лечения. Использование перекиси раствор, перекиси водорода, например. Это нетрадиционно. А традиционно то, что из поколения в поколение на протяжении ни одного поколения. Потому что проблема сегодняшней медицины, как мне видится, я очень уважительно к этому отношусь. Сам имею первичное образование медицинское. Но это часто похоже на эксперимент. Чтобы было зрителям более понятно, с какими вопросами вы обязательно пойдете к врачу? В каких сферах попробуете решить вопрос дома с помощью настоев, трав и так далее? Ну, слава богу, я когда прихожу в поликлинику только для одного. Это пройти медкомиссию для автовождения. Вот. У меня всегда вопрос стоит найти мою карточку. Потому что я не обращаюсь. Очень редкий гость в поликлинике. Но если серьезные заболевания какие-то, я всегда рекомендую проходить обследование обязательно. Обязательно быть у врача. И моя помощь это как дополнение. То есть хуже не будет. И некоторые лекарства, они лучше действуют с принятием трав каких-то или каких-то там народных рецептов. Но ведь много и мошенников в этой сфере. По крайней мере больше, чем специалистов с большой буквы. Ну, там где деньги, там мошенники. Ваш короткий совет. Вот. Короткий совет. Ну, лично ко мне обращаются люди по сарафанному радио. Как быть пациентом? Как быть нашим зрителям, если все-таки решили обратиться к народной медицине? Как выбрать помощника? Ну, конечно, по опыту. То есть, если человек рекомендует, который обратился и получил какую-то помощь, то, конечно, нужно идти обращаться. Я считаю, что вообще фитотерапия, лекарственная медицина – это раздел медицины. И должен заниматься специалист, имеющий медицинское образование. Спасибо. Игорь, а как насчет универсального рецепта для улучшения иммунитета? Такой есть? Да, есть. Это вода. Чистая вода, хорошая вода. Поэтому для начала мы эту воду немножко улучшим. А это с помощью угля, о котором мы говорили. Достаточно несколько таблеток. Я делаю это уже на протяжении нескольких десятков лет. Всегда? Всегда. Как пьете чай? Да. Во-первых, чайник не нужно будет никогда мыть и чистить. Внутри он всегда будет чистым. Во-вторых, если вы, ну, несколько дней буквально заварите чай с этой водой и потом заварите без угля, вы разницу ощутите сразу. Сделаем несколько заваров таких. То есть, первый для гостей, который я делаю иногда, удивляю гостей, просто обычным чаем. Как модернизировать обычный пакетированный чай? Ну, я просто пакетированный взял, чтобы он быстрее заварился. И более, так сказать, проще это делать. Я не пользуюсь этими пакетиками, потому что я пользуюсь только чистым чаем. Сюда добавим, значит, ну, гвоздика. Обыкновенная гвоздика. Очень сильный антисептик. Во время чумы, средние века, спасались с помощью гвоздики, просто брав и ложив себе под язык. А если еще и заварить? Поэтому, если вы ходите на эпидемию или общение с людьми, то достаточно положить это. Вот, достаточно на небольшое количество, примерно до литра. Я беру одну почку, ломаю ее пополам. Вот. Значит, тмин можно буквально на чайничек, там, где-то 3-5 зернышек. Можно добавить немножко корицы. Добавляется немножко буквально с горошину. Можно добавить, я люблю имбирь. Это у меня тоже постоянная добавка. Это кориандр. Например, если я пришел домой и чувствую, что вот на подходе болезнь. То есть першит в горле, насморк. Внутри, в зависимости, правда, от ситуации, то есть или озноб, или жар здесь имеет значение. Вот. Значит, то, что я могу единственное порекомендовать, это иван-чай. Уникальная трава, которая не имеет противопоказаний, не имеет аллергии, не дает, то есть не вызывает. То есть подходит практически всем. Называется иван-чай, потому что на Руси пили, это был основной напиток вплоть до 20 века. Иван-чая насыпем. Значит, кладезь витаминов, отхаркивающее, противовоспалительное средство, это сосновые почки. Вот. Своебразный вкус, мне нравится аромат. То есть я их разламываю несколько, буквально, если вот здесь до полулитра. Значит. Можно комментарий сразу по поводу того, что на иван-чай не бывает аллергии? Нет такого вещества, на которое не бывает аллергии? Ну, бывает, согласен, да. Может быть, но, по крайней мере, я не сталкивался ни разу с таким. То есть вот чабрец, например, который я сейчас добавляю, да, здесь нужно, так сказать, даже может проконсультироваться у врача по поводу его применения. Вот. Антивирусное, антимикробное средство. Расширяет сосуды, то есть немножко улучшает циркуляцию. Вот. И береза, тоже антисептик, противовоспалительный, но мочегонный. Поэтому тоже березовый лист, он не всем подходит, и желательно проконсультироваться. Заливаем это все кипятком. Обязательно сюда ветрогона добавить, то есть это тмин. Вот эти состояния озноба. Вот, когда ломка суставов, там чувствуется мышечное напряжение, то есть тмин. И все это заливается кипятком. Я думаю, что первый напиток уже готов. Да. Угостите? Конечно. Для пробы я много не буду, потому что бы остыл, потому что сильно горячий. Но я думаю, будет сразу ощутим и аромат, и привкус небольшой. То есть это должно быть очень тонко ощущаться, то есть неявно. Дмитрий Юрьевич, как вам рецепт? Угоститься не желаете? Я ничего не имею против первого чая, куда входит хороший черный чай, и куда входят различные ароматические добавки, которые являются в первую очередь вкусными. Но сказать о том, что он каким-то образом повлияет на состояние моего здоровья, я, наверное, не стал бы. Он всего лишь приятный ему на вкус. А вот, пожалуй, второй чай я бы не стал пить. Почему? Это же фитотерапия такая популярная. Во-первых, фитотерапия – это все-таки терапия. И в медицинском институте есть такой предмет, который в том числе называется фитотерапия. То есть доктор, который выходит из стены университета, он знает, может быть, не очень много, но все-таки понимает в травах. По меньшей мере, знает их основные фармакологические действия. И вот из тех препаратов, которые вошли в этот травяной чай, я, честно говоря, не нашел ничего, что могло бы каким-то образом повлиять на состояние здоровья. И еще у меня есть два комментария. Ну, во-первых, я предлагаю не трогать иммунитет. То есть когда мы говорим о том, что давайте мы нашу иммунитет улучшим, ну, а почему вы решили, что он как-то ослабленный или он плохой? И о том, что когда мы стимулируем иммунитет, мы стимулируем все звенья иммунитета, мы стимулируем аллергическую предрасположенность, мы стимулируем какие-то даже аутоиммунные реакции, да, при этом, ну, возможно, повышаем какой-то противоинфекционный иммунитет. Поэтому стимуляцию иммунитета я бы однозначно оставил бы врачу, да, и призывал бы каждых врачей делать это все-таки достаточно аккуратно. Что ж, чашечка хорошего чая – это неплохо, но ведь многие гомельчане, да и белорусы лечат простуду совсем по-другому, ведь так? К сожалению, так. И давайте все-таки расставим все точки над «э» и расскажем, что такое простуда. Простуда – это, в первую очередь, заболевание инфекционное, чаще всего инфекционное заболевание респираторного тракта, от преддверия носа и заканчивая непосредственно легкими. А вот вызывать эту простуду могут самые разнообразные вирусы, и в том числе бактерии. Но чаще всего, когда мы говорим о простуде, мы говорим о риновирусной инфекции. Это одна из самых легких и быстро проходящих инфекций, которая протекает с лихорадкой, то есть температурой буквально 2-3 дня, не больше, ну и где-то дня 4-5 у пациента течет слизь из носа, и все заканчивается достаточно быстро, чаще всего без осложнений. Это и есть простуда? Это и есть простуда. Но есть другие вирусы, которые вызывают более длительные лихорадки, АД на вирусы, которые есть в том числе и сейчас в Гомеле. Это и парагриппы, и гриппы, и респираторно-синциальный вирус. Это те заболевания, которые часто протекают с осложнениями. И вот в этой ситуации не всегда стоит лечиться самостоятельно. В качестве профилактики любимые для многих мультивитамины. Как относитесь к ним? Наверное, отношусь все-таки негативно. По той причине, что чаще всего те витамины, которые принимают пациент, они не в состоянии компенсировать тот дефицит витаминов, если он существует. Поэтому скорее я все-таки призывал бы использовать полноценное питание с использованием овощей и фруктов. А витамины отдельная группа использует все-таки как препараты для лечения. Поэтому, по меньшей мере, я бы не стал не рекомендовать витамины, если кто-то собирается их принимать. Но говорить о том, что это панацея, наверное, все-таки не стоит. В них нет ничего очень плохого, если, конечно, у них нет каких-то аллергических реакций. Но всегда можно все довести до абсурда, когда витаминов... Есть такое выражение о том, что гипервитаминоз хуже, чем гиповитаминоз. И все же опаснее всего такие популярные сегодня антибиотики. Ведь так? К сожалению, да. И вы видите о том, что сейчас в аптеках антибиотики можно купить только лишь по рецепту, за исключением только лишь одной группы, группа амоксицелина. И большинство пациентов, у которых сохраняется температурная реакция, они начинают самостоятельно использовать антибиотики. Есть такое непонятное, очень странное правило. Правило третьего дня. Если температура держится больше двух дней, то нужно использовать антибиотики. Это абсолютно неправда. Потому что как раз именно риновирусная инфекция проходит за два дня. Все остальные инфекции, о которых я говорил, лихорадка проходит за 4-5 дней. Поэтому, например, у наших европейских коллег тоже есть правило какого-то дня. Это правило 4-5 дня, которое гласит, если вам не стало легче, то есть не стала снижаться температура на 4-5 день, скорее всего, возможно, эта инфекция бактериальная. И стоит рассмотреть вопрос, в том числе об использовании антибактериальных препаратов. Мне подсказывают, накопились у наших зрителей вопросы. Давайте выслушаем. В настоящее время появился новый препарат от гипертонии, нормалайф. По убеждению рекламы, это БАД, якобы основанный на народных средствах медицинских. И при том, если утверждает наша реклама, если принимать 2 недели примерно, то гипертония уйдет. Так ли это? И можно ли этот БАД принимать? Спасибо за вопрос, Ольга Евгеньевна. 2 недели и ты здоров. Ну, нет, наверное, такого в мире человека, такого врача, который бы вылечил артериальную гипертензию. Тем более за 2 дня. И за 2 недели. 2 недели. Нет. К сожалению, это заболевание приходит и уходит уже потом с человеком. Очень важно все-таки обратиться к профессионалу, к медицинскому работнику, к врачу, для того, чтобы с учетом именно вашего состояния, с учетом именно вашей стадии заболевания, вам подобрали грамотную терапию. Меня зовут Александр. Правда ли, что некоторые белорусские препараты ничуть не хуже, чем зарубежные? И, ну, можете ли вы привести какие-то примеры конкретные, вот, и насколько наши белорусские препараты эффективнее, чем зарубежные? В кардиологическом центре лечение стационарных пациентов осуществляется исключительно препаратами отечественного производства. Специалисты довольны результатом? Я думаю, что не только специалисты, но и пациенты наши довольны результатами. Аксалиновая мазь – это средство противовирусное. Ну и часто же применяют ее как профилактическое. Эффективность ее применения. Аксалиновая мазь абсолютно неэффективна. Но если вы натрете все слизистые носа вазелином, и не дадите дополнительного контакта вируса со слизистой, то, возможно, она поможет. Сама по себе ксалиновая мазь, она не помогает, об этом известно уже лет 30 во всем мире, но, к сожалению, в нашей стране она раскупается, как горячие пирожки. Увы, это миф, она неэффективна. Дмитрий Юрьевич, буквально коротко, а как насчет волшебных порошков, растворимых в кипятке от гриппа и простуды? Ваше отношение? Вот те волшебные порошки, о которых вы говорите, это, скорее всего, комбинированные препараты, в которые входит парацетамол, как противовоспалительный препарат, туда входит сосудосуживающий препарат, который уменьшает масмарк, и туда входит антигистаминный препарат, который, ну, скажем так, повышает эффективность одного и второго, то есть за счет такого синергизма и усиления. А я бы не стал бы рекомендовать эти препараты абсолютно всем и при любой простуде. Ну, во-первых, пациентам с той же артериальной гипертензией это может быть потенциально опасно. Кроме того, очень часто у пациентов могут быть, например, бактериальные инфекции, они не сопровождаются насморком, и в этой ситуации нет никакого смысла, например, сужать дополнительно сосуды носа. Или отсутствует температура, мы все равно взялись из-за этих пакетиков. Да, но есть насморк, то есть в этой ситуации тогда уже использовать какие-то местные препараты. Но при этом нужно помнить о том, что большинство препаратов на рынке сейчас длительно действующие, поэтому часто их передозируют и только лишь усиливают, наоборот, выделение слизи из носа. Поэтому, наверное, все-таки с осторожностью и, наверное, под контролем. Эрик Николаевич, но ведь есть и другая сторона медали. Одно лечим, другое калечим, ведь так? Совершенно верно. Те же порошки от простуды содержат ацетилсалициловую кислоту достаточно часто. В кардиологии пациенты вынуждены для профилактики и для лечения ишемической болезни сердца принимать ацетилсалициловую кислоту. Эти препараты, плюс в ревматологии очень много используются, нестероидные противовоспалительные лекарства, они вызывают эрозии, язвы в желудке, в кишечнике. Это может осложниться кровотечением и другими осложнениями, которые требуют иногда и хирургического вмешательства. Поэтому врачи... Именно потому стоит с большой осторожностью покупать и, конечно же, принимать самоназначенное лекарство. Совершенно. И особенно бесконтрольно, бесконтрольно принимать. Потому что только врач-специалист может определить опасность, вот, скажем, исходящую из назначенного лечения, и профилактически назначить то или иное средство. Мы должны помнить о том, что лекарства взаимодействуют между собой. Тоже фитотерапия, я должен сказать, опять же, здесь существует мнение, что это настолько вот легкая такая веками апробированная, скажем, рецептура. На самом деле в состав растений входит большое количество химических веществ. Более того, не только сами эти вещества могут там вызвать и остановку сердца, или жизнеопасной аритмии. Допустим, сердечные гликозиды те же, они из растений получат, да, растительное происхождение препараты. Но и что мы еще должны учитывать? Растения, они растут в разных экологических нишах. У нас по радиации неблагоприятная обстановка. Растения могут собрать возле дороги, возле железнодорожного там узла какого-нибудь, да. Поэтому, возле химического предприятия, поэтому очень осторожно. Это все должно проходить гигиенический и другой лекарственный контроль. Только в этом случае. Еще блок вопросов по вашему медицинскому профилю. Какие из заболеваний желудочно-кишечного тракта больше всего сегодня беспокоят пациентов? Какие наиболее распространены? Наиболее распространенными являются функциональные заболевания. Это такие, как функциональная желудочная диспепсия и синдром раздраженного кишечника. Заболевания, которые беспокоят пациентов, но прогноза неблагоприятного для жизни не имеют. Такие пациенты ходят от врача к врачу. Лечение, как правило, не особо эффективно. Они могут обращаться к представителям нетрадиционной медицины, китайской медицины, куда только они обращаются. Но лечение не особо эффективно. С другой стороны, я бы хотел отметить, что у нас есть ряд заболеваний, на которые мы, может быть, недостаточно внимания обращаем. Это такие, как хронический атрофический гастрит, который может приводить к раку желудка. Рака желудка у нас, к сожалению, в Белоруссии очень много. И мы вместе с Россией и Японией входим в тройку лидеров по этому заболеванию. А предраковым заболеванием является атрофический гастрит. К сожалению, у нас много алкогольных болезней печени, включая циррозы. Опять же, здесь уже говорилось о вреде злоупотребления алкоголем. Список можно долго продолжать. Да, долго, но преобладают функциональные заболевания, которые не опасны для жизни, но да, они снижают ее качество. Сегодня все худеют, меняют одну диету на другую. Как это влияет на работу системы пищеварения? К сожалению, печень пересыщается жирами. И когда человек ест много жирной сладкой пищи, злоупотребляет алкоголем. С другой стороны, когда человек голодает, в печени тоже накапливаются жиры. То есть организм из последнего, все, что есть в организме, он делает капельки жира и в печень прячет. Поэтому, вы знаете, вот такие, скажем, критические подходы, такие экстремальные подходы к своему здоровью, они нежелательны. Потому что и в том, и в другом случае вы получите заболевание. И еще одна крайность, про которую просто не могу не спросить. Есть незаменимые для многих таблетки, пилюли от переедания, назову их так, чтобы не рекламировать определенную группу лекарств. Ну и, конечно же, таблетки от изжоги. Буду утрировать, но, наверное, скоро их начнут раскладывать при сервировке стола. Это проблема? Это проблема. Но вы сами ответили на вопрос переедания. Ну, ешьте столько, сколько, как бы, необходимо, чтобы потребности в энергии, в микроэлементах было достаточно. Не надо выползать из-за стола. По поводу изжоги... А вот еще одну таблеточку, и можно продолжить гуляние. Да, а по поводу изжоги я бы сказал так. Я назову те, скажем, пищевые продукты, которые провоцируют изжогу. Это жирная пища. Это кофе, крепкий чай, шоколад, соки цитрусовых, лук, чеснок. Вот исключить или ограничить прием этих продуктов, и вы защитите себя от изжоги. Ну, я еще не назвал газированные напитки. К сожалению, молодое поколение выбирает там всякие газированные напитки. А еще фастфуд такой любимый. Да, да, он жирный, к сожалению, да. Вот это, если ограничить, то мы, в общем-то, избавимся от большого количества случаев изжоги. И еще один момент. Изжога возникает из-за того, что повышается давление в животе. Ожирение, подъем тяжести, отход ко сну сразу после еды, тугие пояса, резинки. Детям с рождения надевают вот эти колготы, которые перетягивают, как песочные часы, их животик, да. Вот оттуда идет повышенное давление в животе. И потом этот клапан между желудком и пищеводом, он просто не держит. И забрасывается кислое содержимое в пищевод, и мы получаем симптомы воспаления в пищеводе, то есть изжогу. Уже моя гостья. В завершении, если позволите, цитата из доклада Всемирной организации здравоохранения. Самолечение было, есть и будет. Задача цивилизованной медицины – этот процесс возглавить. Врач должен научить эффективным и, главное, безопасным приемам самолечения. Итак, мы подводим итог в разговоре. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте. Я предлагаю тогда направить все усилия по самолечению все-таки на соблюдение здорового образа жизни. Правильное питание – это тоже какой-то элемент самолечения. Это активный образ жизни – это тоже самолечение. Ну а давайте оставим все-таки возможность доктору работать с вашими заболеваниями и с вами. Я, пожалуй, призываю коллег как можно больше говорить с пациентами и как можно чаще объяснять не только то, что можно и нужно использовать в лечении, но и то, чего не стоит использовать. Хотелось бы, чтобы наша современная научная медицина все-таки обращалась к традиционной народной медицине. Там черпала рецепты, опыт этот перенимала и все-таки активно использовала. Эрик Николаевич, столько много полезного сегодня услышали зрители. Как думаете, на одну привычку меньше станет? – Не уверен. Дело в том, что вначале человек воспринимает информацию. Для того, чтобы это стало нормой жизни, необходимо, чтобы эта информация повторялась, закреплялась, а потом на практике использовалась. Поэтому я бы призывал наших зрителей к ответственному самолечению под контролем медицинского работника. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова